Добрый день! Прошла неделя. Как всегда, мы приветствуем вас здесь, в Петербурге, на Баховой улице, в учебном театре знаменитой театральной академии. Когда-то перед ним, молодым интеллектуалом, эрудитом, эстетом, одна за другой закрывались двери столичных вузов архитектурно-военно-инженерной направленности. И слава богу, зато сегодня у нас есть возможность встретиться с ним на Маховой и поговорить о театре. Встречайте, у нас в гостях народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий Советского Союза и России, член Академии художеств, профессор, художественный руководитель знаменитого блистательного театра Ленком Марк Анатольевич Захаров. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда меня вот так встречают, у меня на физиономии, на моей мрачной возникает улыбка. Я ничего не могу с этим поделать. Это потеря серьёзно, потому что я понимаю, что примерно так встречали Ленина на третьем съезде к Несомолу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот хотела начать. Вы себя хорошо чувствуете в студенческой аудитории, правда ведь? Вы же отличные же. Да, стал режиссёром в студенческой среде. Там я заразился неким максимализмом, который мне в 67 году дал, так сказать, возможность поставить хороший спектакль в Москве «Доходное место» с Андреем Мироновым. И я в пределах Садового кольца стал в Москве известным человеком. Но я хочу, знаете, обратиться вот к вашей книжке. Я её с карандашиком прочитала. Можно я цитатку? Для молодых людей, чтобы они не обольщались, понимаете, не обольщались на ваш счёт. Вы пишете, здесь большая глава, советую абитуриентам. Если вам захочется поступить в Академию театрального искусства или какое-нибудь другое театральное учебное заведение, выучатся на артисты, так-то-то-то-то, откажитесь от этой идеи. Раз и навсегда выбросить эту опасную мысль из головы. Правильно? Ваши слова? Да. А ещё вы учтите... Продолжение есть там. Да, да, да. Что если не удастся выбросить эту мысль, то поступайте. То есть вам в своё время эту опасную мысль выбросить не удалось? Не удалось. А то, что вас не приняли в Амхат, вы считаете, ваши педагоги будущие, несостоявшиеся, правы были? Вы знаете, наверное, правы. Ну, как? Потому что, ну, что такое, что-то я читал плохо, вересковый мёд в переводе маршака. И меня матушка потом немножко натаскала, и она несостоявшаяся актриса, но она мне помогла, я поступил в ГИТИС. Может быть, даже по её некоторой протекции, потому что один из преподавателей с ней вместе учился. Так я думаю. Но спросить не у кого теперь. Вот поэтому так вот потом... Но потом, если бы я не уехал из Москвы, где я был таким человеком пассивным, и какой-то второй эшелон занимал всегда и на курсе, и везде, если бы я не поехал в город Пермь, который меня взбодрил, и я понял, что надо что-то поменять в жизни. То есть вы все люди очках были? Я был хуже даже. Где-то я был так... Слушайте, а куда пряталось тогда всё то, чем вы обладаете? Подождите. Яркость, неожидание... Это был, так сказать, момент набора качества, который я скрывал. И потом мне шепнул ангел-хранитель, что пора возвращаться в Москву. И с помощью жены, её прописки, которую я потерял, я вернулся. Ещё в армию не взяли. Если бы в армию не взяли, я бы... С женой бы у нас ничего, наверное, не состоялось. Так я думаю. Я зависел от военкома, который вот взял письмо из театра. Причём мне дали письмо, сказали, ну, это, вероятно, не принесёт никакого эффекта. И когда он так посмотрел, я сказал, артист, да, ну, вот это письмо, да, что освободите. И почему-то посмотрел он в сторону. Я понял, что решается моя судьба, что это какая-то развилка. Вот дальше будет другой сценарий. Он сказал, ну, ладно, да, всё. Будешь химик-разведчик, приходить на курсы по поводу, там, защиты от атомной бомбы. Что я этой профессией овладел, так что прошу ко мне с вопросами профессиональными можно обращаться. А вы же хотели поступать в военное сначала, в училище или институт? Ну, это, знаете, это... Это вы реально себя видели в погонах? В молодости такие всякие вихри были в голове, к которым серьёзно, в общем, относиться не надо. Нет, самое главное – это студенческая аудитория, где я случайно попал. Меня пригласили в Пермский государственный университет. Там я, значит, в драм-кружке что-то ставил. Вот, потом, когда я приехал в Москву, жена мне помогла устроиться в станкоинструментальный институт. Вот так же в драм-кружок студентам. А потом я попал в студенческий театр МГУ под начало Сергея Юткевича, который мне много рассказал. Интересно, я поставил спектакль «Дракон», который имел успех и имел защитников очень серьёзных. Когда портком МГУ принимал «Дракона» Шварца, то пришли защищать Плучек, Солынский, Назим Хикмет, Олег Ефремов, ещё кто-то был из таких людей, знаковых фамилий, которые вступались. И Сергей Юткевич подарил мне первый такой урок режиссёрской демагогии, который очень мне потом помог в жизни. Он сказал, ну что вы так всё, ведь это сказка. Если вот так всё копать и копать, вот красная шапочка, её съел волк, сразу возникает вопрос, а почему красная шапочка? Понимаете, вот я понял, это надо использовать. Вот я потом как-то пытался, во всём случае меня так не убили, как убивали некоторых режиссёров в кино, в театре. И я как-то так уцелел. А вот нам Александр Викторович Збруев, ваш, так сказать, актёр, рассказывал, что он на самом деле помнит вас актёром. Он ещё был независим от вас, и он помнит вас актёром. И он говорит, что вы были приличным актёром. Нет, это он горячится. Нет, артистом я был очень, очень. Мне потом жена сказала, что нет, нет, вот твоя профессия, вот занимайся режиссёром. А вот это вот, я прошу прощения, вы кто? А? Это, это Лаэрт. А что такое скучное выражение лица? Лаэрт в Пермском облдрамтеатре. Слушай, что, вы Шекспира играли? Шекспира я играл, но плохо играл. Даже по фотографии видно, что плохо. Это вот, когда такую позу принимает человек, один из моих учителей сказал, ага, это ты тут сидишь, как бы думая. Вот это мне очень понравилось. Иногда артист выходит, как бы думая. А вас обмануть нельзя. Да можно, я иногда обманывался в людях, бывало. Смотрите, вы закончили как актёр. Получается, что в режиссуре вы какое-то время, довольно может быть продолжительное, вот как были, либо дилетантом, либо полупрофессионалом. Наверное. А вот эти университеты для вас когда закончились, как вам кажется? Ну, наверное, после доходного места, после 67-го года, когда я подвергся очень серьёзной проработке за антисоветскую... То есть вот эта история с доходным местом, она важна, что она именно так закончилась? Да, я понял, что я профессионал, что я могу людям командовать, и они мне верят, поскольку поверил Менглет, Папанов, Пельцер, который я потом умыкнул в театр Ленком. Давайте посмотрим мнение Геннадия Хазанова. Вот именно о спектакле «Доходное место». Давайте? Конечно. Спектакль, который наделал шума в 67-м году в театре «Сатира» «Доходное место», по тем временам это был совершенно революционный спектакль. Он был очень быстро закрыт. Причём смешно то, что пьеса Островского представляла такую угрозу для идеологической машины советской, что они готовы были закрыть Островского только за то, что Захаров его правильно прочитал. И он прочитал его глазами человека, живущего в середине 60-х годов. Марк Анатольевич, наверное, хорошо спустя лет 50 вот сидеть и рассуждать, да, это был там спектакль закрыт, это трагическая история, но ведь в тот момент вы могли лишиться всего. Реально. Нет, попозже немножко, когда я поставил банкет Арканова и Горина, он был закрыт, по-моему, после третьего представления, а потом Андрей Александрович Гончаров, художественный руководитель Московского театра Маяковского, пригласил меня делать разгром по собственной инсценировке, используя мотивы инсценировки прута, и вот, значит, где Левенсона играл, только что перешедший в театр, Армен Джигарханян. Вот это был момент страшный, потому что, вы знаете, во всех вообще делах, войнах и вообще во всех событиях всегда замешана женщина. Женщина замешана в истории. Вот такая Шапошникова была, значит, секретарь МГК, она сказала, что как это так вот, разгром партизанского отряда, которым командует, только подумать можно, человек по фамилии Левенсон. Это... Так это претензии не к театру, что не тяните, а? Нет, это была именно ко мне претензия. И только потом, с помощью человека, который, в общем, все знает о нас, чего было, чего есть, чем, как я уже говорил, чем дело все закончится, это Вульф Витальевич, он мне рассказал какую-то детективную историю, как, значит, Бабанова, находясь в друзских отношениях со вдовой Ангелиной Степановой, сказал, вот пришел способный мальчик к нам, да, поставил спектакль, его закрывают по роману «Разгром». Она сказала, как это Сашин роман могут закрыть? Она позвонила по «Вертушке», что очень важно, «Вертушка» была редкостью в то время, да и сейчас тоже, позвонила Суслову, и Суслов пришел смотреть спектакль, прежде чем его закроют. И я, конечно, мне ума не хватало всегда, тогда особенно мне жутко стало смешно. Он пришел в галошах, а уже к галошу вроде как-то относили, и вид его какой-то был такой странный, замечательный, охрана, которая сразу все телефоны парализовала, и когда он появился, то охранник, я слышал, он сказал, третий, третий, докладывает четвертый, Чуркин прибыл. Такая конспирация еще была. Вот, Чуркин, я помню. Вот, и когда, значит, закончился спектакль, то встал Суслов и похлопал. И вот я всем дальнейшим своим существованием обязан, как это ни прискорбно признать сейчас, в общем, Суслову, наверное, в какой-то степени. Вот, и потом спектакль имел большой успех. Сразу после этих аплодисментов Суслова появилась сразу в «Правде» статья об огромной идейно-художественной победе. Значит, вот в театре Маяковского. Вот тут вы и почувствовали себя большим режиссером. Ну, какое было, вот, наверное, сейчас непонятно многое из того времени, вот это было гнусное время, или это было даже забавно, то, что человек, который сделал спектакль, он думал о том, что скажет в «Гаркобе партии», что еще что-то. Ну. Ну, вы знаете что? Это, может быть, сейчас кажется забавным. На самом деле ведь Зощенко был после известных здановских наскоков, и Ахматова, она еще как-то стойко держалась, а Зощенко был при таком прединсультном состоянии, он это не пережил. Это вообще такая травля организовывалась очень серьезно и по всем каналам, и значение цензурного аппарата нельзя недооценивать, особенно в кинематографе ломали позвоночники. И в театре это коснулось очень сильно. У нас Петра Фоменко, конечно, ему сломали, надломили позвоночник, он долго был в Санкт-Петербурге, его приютил, театр комедии, и потом он уже вернулся в Москву в другое время. Лёни Хейфиц из того поколения моего, он не оправился от тех ударов, которые нанесли ему. А я вот как-то... Меня несколько раз собирались снимать, но, вы знаете, я выяснил, что нигде порядка нет. В том числе и как-то вот документы куда-то не так положили, куда-то затерялось. Потому что меня уже вызвали в главку, сказали, знаете, решение о твоём, в общем, снятии после спектакля Тилю Линшпигель, оно принято. А, это вы будете уже в Линкоме. В Линкоме. Это уже принято. И мы, знаешь что, мы тебе просто поможем, давай пойдёшь в театр оперетты режиссёром. Я к тому времени уже, так сказать, Караченцев был, Леонов, Пельцер я пригласил. Я говорю, ну как, я уже несу ту ответственность за тех, кого я приручил, и пусть будет уже какое-то постановление, решение, тогда я вынужден буду уйти. А так самому как-то втихаря уйти я не могу. Я хочу предложить посмотреть фрагмент одной вашей работы. Я так понимаю, что это то, чем вы коротали, в том числе, время до Линкома. Вот, ваши пациенты. И все больные? Нет, абсолютно здоровые люди. Но мне никогда не приходилось работать с абсолютно здоровыми людьми. Вот и отлично. Работа с мнимобольными, это наиболее интересный вид психотерапии. Профилактика будущей нашей медицины, а вы её разведчик, поздравляю. Попросите больного. Что вас беспокоит? Народ по его недоумевает, он не очень понимает, что это... Тропический лихоневрожник. Стоянка поезда две минуты, это... Если бы я знал, что ваши архивы располагают этими кадрами, я бы не пришёл сюда. Вы чего? Нет, подождите, Марк Анатольевич, ничто, ничто не может сегодня скинуть корону с вашей головы. Понимаете? Нет, нет. Просто интересно. Почему? Можно почитать, вот, сказать, человек, познакомься с Захаром, почитай его рассказы для Доброго утра, посмотри вот это вот там, где он учился. Конечно, я осваивал, я осваивал азы кинематографа. Подождите, это ваша первая работа в кино? Да, первая работа, когда я... Как монтируется фильм, как снимается, как наводится на резкость операторам, это через это надо пройти, это была какая-то тренировка перед тем, как я сделал Мюнхгаузена, обыкновенное чудо. Это правильно, но почему вам вообще захотелось попробовать себя в кино? Вот так вот, вот давайте я ещё и в кино попробую. Был избыток сил, была наглость, были амбиции, что могу, и это почему кинематограф, вот всё, работают люди, я могу попробовать снять. Вот, у меня, правда, сразу ничего не получилось, но потом в какой-то момент я этой профессией владел, а потом понял, что продолжать её не надо, ибо тогда театр может пострадать. И на самом деле, я думаю, зрители с вами согласны, потому что то, что вы успели сделать в кино, это большая наша отдушина. Понимаете? Всероссийская, советская большая отдушина. И вы бы лучше ещё по этим пузырьям вернулись бы к этому. Ну, вот этот фильм ещё интересен тем, этот ужасный-ужасный фильм, так я должна говорить, да? Этот ужасный фильм, интересен ещё тем, что вы не только режиссёр, вы автор сценария. Вот ваш... Ну, Марко, Наталья, ну, Марко, Наталья, послушайте. Магады, а из ваших работ, вот какая, есть ли у вас, вот, наиболее близкая сердцу работа? Наверное, Мюнхгаузен. Мюнхгаузен, потому что Бердяев объяснил, что вообще-то настоящий конфликт в драматургии или вообще в литературном произведении. Это не то, что вот когда ссорятся друг с другом, потом помирились или ещё разошлись, не разошлись. Это когда человек выходит за рамки общепринятых норм. Когда человек опрокидывает среднестатистические взгляды на ту или иную проблему. В конце концов, это конфликт человека и государства, или государственного суждения и мнения. Вот. И в Мюнхгаузене, пусть в шуточной форме, но это было поползновение на изменение календаря государственного. Это было, так сказать, в глазах герцога, которого играл блистательно броневой, Леонид Сергеевич. Это было, так сказать, действительно выход за... Это было что-то запредельное. Это был вызов обществу. Вот Бердяев, наш великий православный философ, считал, что настоящий конфликт – это выход за пределы общих суждений в государстве. Когда я об этом сказал как-то в театре, когда мне только что назначили, что хорошо, вот прочел цитату Бердяева, директор мне сказал, «Ай, Марк Анатольевич, вы не представляете, сколько людей сейчас вот по поводу этого уже послали, понимаете, письма, какие-то сообщения». Я ему не верил. Я ему не верил. Что послали, действительно? Да, я ему не верил. У нас долго очень в фойе висел, значит, такой артель художников, написал выступление Ленина на Третьем съезде. Как раз это было в помещении нашего театра. И я говорил, вот начался у нас ремонт. Ну, картина мне очень пригодилась, потому что я Шейнцесу, моему главному художнику, говорил, вот там много фамилий, подписей. Если будешь со мной опять конфликтовать, я припишу. И Шейнцес в этом деле учил. А он, значит, такая шутка была, он боялся. И вот во время ремонта я сказал, давайте снимем. Он говорит, ну, хотите посмотреть, что будет, да, ну, давайте. Значит, там сняли эту картину. Через час звонок из райкома партии. Повесить картину на место. Немедленно. Мгновенно сработала какая-то связь. История Ленкома. Вот как это выглядело с вашей стороны? Потому что вы пришли, и постепенно один за другим стали приходить люди. Потому что кто-то был, да, друг был. Караченцов пришел. Нет, Караченцов не пришел, он был, бегал в массовку с длинным носом, почему-то я его запомнил, не очень складно играл. Ну, потому что сами стали собирать эту шахматную партию. Нет, я считаю, что, может быть, это немножко завышенное представление о собственных заслугах. Я считаю, что был создан такой реактор, такие условия, где формировались артисты высокого класса. Но это же надо было создать, подождите. Да, нет, знаю. Вот из массовки взят Караченцев. Из Саратова молодой артист, никому неизвестный, Янковский. Потом пришел студент, такой длинный, худой, с хорошей физиономией, Абдулов Саша. И его. Потом, правда, вот кого-то со стороны умыкнул Татьяну Ивановну Пельцер. Пельцер, потому что она... Были сначала отношения очень у нас сложные в театре. Сатиры в доходном месте, там у меня была такая мизансцена, я просил сковородкой, значит, бросить вниз, такой скандал домашний. И она как-то на это, на репетиции неудачно себе и по ноге. Она запрыгала, была сначала ненормативная лексика, потом сказала, чтобы я когда-нибудь связалась с молодой режиссурой, да никогда. И тем не менее, вот удалось ее привлечь. Поэтому, я думаю, что формировалась и до сих пор, я думаю, что формируется, там, во втором поколении, о Лазареве, там, Захаровой, и Певцове, я не говорю, но вот сейчас, там, Миронова Мария, вот Шагин, наша надежда, но только, знаете, такая призрачная надежда, потому что он играет главную роль Лопахина в Вишневом саде, сейчас он будет в Пергюнте играть главную роль. Понимаете, с ума сходят от успеха, к сожалению. Это еще опасная профессия с этой стороны. Вот, когда вдруг человек, вот так вот, студент-студент, а потом он что-то сыграл и со всех сторон фотографии, спрашивают его, задают судьбоносные вопросы, кому, кто больше нравится ему, брюнетки или блондинки, значит, что он любит больше всего есть, вот, и как, и так далее, тут возникает, тут, тут я стараюсь, когда я чувствую, что дело идет к успеху, у молодого человека я какую-то пытаюсь психотерапевтию такую произвести, может быть, очень наивную, я вот просто иногда спрашиваю, если в случае успеха с ума не сойдешь, он говорит, нет, человек, никогда, что вы, но не все, оказывается, умеют совладать с собой, это дело, в общем, опасное. Ну, подождите, а такого не случалось с Абдуловым молодым? Такого не случилось с Караченцем после первых спектаклей? Ну, немножко случалось, но в таких дозах несмертельных. немножко тоже чуть-чуть, вот, пришел один раз ко мне, вот, да, Николай Петрович, говорит, сейчас вышел на улицу, не узнают, ну, не узнают. Ну, я как мог успокоить, говорит, Голя, ну, узнаю, это просто случайные люди были так, прохожие, поэтому не узнали. И тоже были свои комплексы. Давайте посмотрим один фрагмент, если позволите. Опять что-то будет такое... Нет, дальше все будет... Меня компрометирующе. Дальше все будет просто шедевр на шедевре, Марк Петрович. Да, правда? Добрый день. Я король. Дорогие мои. Добрый день, Ваше Величество. Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить вас несколько дней. Должен предупредить. Гости мои беспокойные. Я страшный человек. Да? Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь поди сюда? Ну ты, ну поди сюда, я говорю. Ну? Поздоровайся с ними. Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, свободен. Не виноват. Предки, виноват. Вы знаете, этот фильм планировался к Новому году какому-то, я сейчас не помню какому, и еще моя такая уже изощренная хитрость была, я сдавал на черновой пленке, где не очень хорошо слышно некоторые слова. Потом, поэтому какие-то, значит, такие вещи прошли. Вот, хотя редактура Мосфильма было, два начальства и телевидение Мосфильма категорически было, была против вот этой песенки, когда дура бабочка, крылышка, бег-бег-бег, воробушек, они воспринимали это как зарю сексуальной революции в России. Вот. И все мои ссылки на гастрономические какие-то потребности, воробушка, нет, говорили Марк Анатольевич, нет, вы хотели другое. Я думаю, что там просто обаяние Андрея Миронова как-то остановило в последний момент, но, вы знаете, я много рассчитал, но не все. Потом, когда вот фильм уже был принят перед выходом в эфир, человек из руководства Останкина взял меня под руку, вывел в коридор, говорил, да, я вас поздравляю, ну, для меня, по-дружески, ладно, в это время катастрофически стал стареть Брежнев. Вот. А была такая репличка Шварц, кстати, «Да, постарел наш королёк», говорил Миронов. И он говорит, вот для меня лично можете вот «постарел королёк» убрать вот эту фразочку. И вот я тут, я был неподготовлен, я сказал, да, да, конечно, уберём королёк, убрали. Теперь жалко. но я думаю, это очень хорошая возможность поговорить о главной привилегии главного режиссёра и художественного руководителя. Это всё-таки командовать людьми. Понимаете, всё равно они ваши подчинённые, они всё равно от вас зависят. Они для вас на что похожи? На фигуре на шахматы-доске? Или на инструменты в оркестре? У меня театральная семья и жена актриса. Это отдельная шекспировская история, почему я её не взял в театр. Да. Я очень боялся, потому что некоторые жёны, я, правда, пугаю до сих пор. Вы боялись, что жена будет вами командовать? Вы знаете, могла быть такая ситуация. Могла. И поэтому я говорю, вот будете плохо себя вести на репетиции, придёт моя жена с блокнотом сядет в первый ряд, будет записывать недостатки. Потому что я присутствовал, ну, сейчас можно рассказать, они уже на том свете. Жена Валентина Николаевича Плучика, значит, она так после первого прогона входила в театр и говорила, Ника, хорошо, хорошо, а вот тебе надо думать, думать, потому что построено всё замечательно, не тянешь. Ну, с тобой отдельный разговор, у тебя не получилось. А у тебя хорошо движется. Вот, и я этого как запомнил на всю жизнь. У меня такой ужас как-то охватывает. Нет, вы знаете, поэтому я из театральной семьи, как бы, вокруг меня, две актрисы, и я понимаю, что в какой-то момент жизни молодой актёр, он очень зависит. он очень зависим настолько, что я не могу, например, до сих пор так вот просматривать, чтобы кто-то пришёл ко мне в кабинет и что-то такое демонстрировал. Нет, когда приходят курсом в реабилитационную комнату, тогда вроде как, а тут что-то вроде ещё есть, какая-то личная заинтересованность, что ли, какая-то есть продажа, купля, что-то мне это мешает. Но я не повышаю голос на актёров. Я не кричу. А как понять, что вы очень недовольны или вы в гневе? Вот это как выглядит, если вы не повышаете голос? Ну, так, нос опускаю ещё ниже, чем обычно. И лучше уже по стеночке, и потом, может быть, я на ком-то сорвусь, на каких-то второстепенных людях, которые, в общем, не играют, кто-нибудь из постановочной части попадётся. А как вам кажется, актёры когда лучше играют? Когда вы в театре или вы где-нибудь дома? Вы знаете, иногда, я очень часто, лучшие спектакли бывают, когда меня нет. Это вам потом рассказывают. Нет, я иногда, я сейчас бросил это, иногда я так старался воодушевить, когда мы приехали на гастроли с Юнона и Авось в Париж, я, какое-то, меня понесло куда-то, я как Суворов говорил, солдаты, перед вами Европа, вот он город, вот он ваш весь, давайте, покажите, на что способна русская душа, широкая, мы сейчас, а, как, и в результате один артист, который должен был говорить длинный монолог о всех выгодах торговли, чтобы, значит, отплытие состоялось, дрожа, вышел и сказал, плывите, и всё. Вот, и больше я таких накачек не произвожу. Давайте посмотрим на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Знаете, этот спектакль вываливается из правил, потому что он сразу понравился комиссии, которая пришла. Почему? Мы готовились к борьбе Вознесенский, Рыбников, вот, даже красную линию очертили, вот, что мы можем отдать, а что мы ни за что не отдадим там. Ну, и, конечно, для 81-го года подъем царского флага военно-морского аллилуйя, мы дети полдорог, нам имя полдорожье, никто из нас дороги не осилил, стихи Вознесенского, и все. И вдруг этот вот захватило это зрелище, и вплоть до того, что одна дама из комиссии сказала, особенно удался, я считаю, образ казанской богоматери. Вот это была такая для меня неожиданность, Андрей Вознесенский сказал, немедленно едем в храм, ставить свечку казанской богоматери, потому что это, конечно, вмешательство каких-то сил, но действительно был момент чуда некоторого, но потом, вот я не знаю, зачем это было сделано, в журнале Штерн или Шпигель, я не помню, но я помню, дословно, немцы, они на первой странице написали, что в связи с тем, что религия в Советском Союзе полностью уничтожена, единственное религиозное питание для молодежи осуществляет ныне дважды орденоносный театр имени Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Вот после этого начались всякие сложности с вызовом на бюро горкома, ну, все. Ну, понимаете, может, здесь есть такая вот ловушка, потому что это спектакль, Хакина Мурьет, смерть, далее, и чем шли дальше годы, люди привыкли, что вы сейчас будете их удивлять, 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 может, Бог с ними бесконечности. Нет, вы правы, но очень конкуренция за зрителя, борьба за зрительское внимание, это очень обострилось все. Мы ведь живем совершенно в новом информационном пространстве по сравнению с тем, когда я начинал и вот даже делал эти фильмы, сейчас мы переносы, есть такая страшная перенасыщенность информации. Я даже задавал некоторым ученым вопрос, а вот хорошо владеть информацией, потом еще больше информации, еще больше, а есть где-то опасный предел для человеческой психики, мозгов я вразумительного ответа не получил, так же, как насчет того, что мы ведь всегда думали, во всем случае, мое поколение, что чем дальше, тем будет лучше. Ну, в чем-то будет жизнь улучшаться, потом еще лучше, потом еще, и сейчас наступил такой момент, когда этот вопрос весьма проблематичен, и становится ли лучше, или для большинства людей что-то резко ухудшается. Это особенность нашего информационно-переизбыточного времени. Почему вас волнует зритель? Казалось бы, сколько в мире художников, которые говорят, меня не волнует, что говорят зрители, главное, это мысль, которую я хочу выразить, еще что такое, или они врут? И зритель волнует всех, понимаете, вот давайте разберемся, врут? Нет, лукавят, может быть, как-то уходят, все равно вопрос успеха, какой-то заразительности, радости зрительской, потому что та волна, иногда вот, редкие мгновения счастья, по крайней мере, у меня, это, конечно, когда вот зрительская волна, энергетическая, она сливается с тем, что дарят артисты, и получается какое-то пространство, которое не фиксирует современная телевизионная техника, особое существование, которое, вероятно, заставило Иосифа Сергеевича Сталина 17 раз посмотреть Дни Турбиных во МХАТе, ну, вот это была какая-то нервная энергетическая подпитка, и, вы знаете, я уважаю очень работу такую экспериментальную, я понимаю, что там делаются открытия, они очень важные, но я, честно говоря, я не люблю театр маленький, вот, который рассчитан на 100, на 50, на 30 человек, а что скучного? Да, нет, я придумал еще одну такую затею, которую оценили некоторые мои коллеги, я говорил, что сейчас я работаю над проектом, просто не могу еще с продюсером договориться, а спектакли в грузовом лифте, понимаете, загружается человек 12 зрителей, пока идет наверх, вот, и очень хороший артист, медийный обязательно, с очень сильной нервной системой, он начинает бороться с приступами эпилепсии, вот, и, и вот, там, в конце, наверху, его эпилепсия побеждает, но, когда лифт опускается медленно вниз, он преодолевает эпилепсию, и, вот, я уверен, что то впечатление, которое получат эти 12 человек, оно будет несопоставимо ни с одним спектаклем на большой сцене, даже Додин так не сможет произвести такого впечатления, какое произведет мой проект в грузовом лифте. АПЛОДИСМЕНТЫ Марк Анатольевич, а вам не кажется, что вы так много лет, сил, времени, часов, минут, чего угодно отдали театру, что есть какая-то нормальная, обычная жизнь, которая проехала мимо вас? Вот, знаете, наверное, есть, но я вот, к сожалению, я, ну, я понимаю, что важнее, когда-то я считал героизмом, что если с высокой температурой человек вышел на сцену играть или в день смерти там кого-то, что это какое-то проявление особого героизма, сейчас я изменил свои суждения, и я считаю, что есть важнее здоровье собственного и близких людей, и об этом написал записку, обращаясь к труппе Александра Абдулов, когда понимал, что умирает, берегите себя в искусстве, а не искусство, да, и вот я пытаюсь какой-то, как-то абстрагироваться, получить какую-то радость, есть такой небольшой, там, около 30 квадратных метров у меня такой участок, рядом с кольцевой дорогой, я понимаю, вот я вышел, вот сейчас я буду получать счастье, вот две собаки, мячик я бросаю, вот оно счастье, побежал, принес, еще, и минут через пять я понимаю, что как-то мне это начинает надоедать, и, ну, это похоже, конечно, на то, как я собираюсь каждую следующую зиму, нету, это я пропущу, а вот следующую ходить на лыжах, понимаете, вот, вот, и вообще проводить грамотно уикенд, мне, мне это само слово нравится, но у меня, к сожалению, не получается, наверное, это плохо. Марк Антольевич, скажите, пожалуйста, как можно получить честь и возможность показаться в ваш театр? Вот прийти все-таки в группе, в группе студентов, нет, когда не было, чтобы не было такого индивидуального броска, вот, был такой у меня такой прискорбный случай, когда бросилась на колени женщина молодая и сказала, возьмите меня, пожалуйста, это был такой экстаз, который меня смутил, ее смутил, и это не годится, наверное, надо вот весной, когда как-то мы подбиваем какие-то итоги, есть у нас возможность кого-то пригласить или просто сказать, вот, как хорошо вы, замечательно, но взять мы вас не можем. А где автор? Поднимитесь. Давайте мы вас посмотрим сейчас, что ли. Вы? Если вы дойдете, Дамарка Антольевича, он же должен вас запомнить. Я уже закончила, ну, не выпускница, и прийти с группой мне очень сложно. Если я соберу группу, бесхозных актеров, и приду в ваш театр, вы посмотрите нас? Я посмотрю, наверное, хотя, может быть, не один, потому что, может быть, кто-то до этого вас посмотрит. Нет, подождите, милая барышня, вас сейчас смотрят все считаете страна. Может, вы нам что-нибудь прочтете? Что, Марка Анатольевич? Пусть все посмотрят. Сейчас в Вороне где-то бог, нет? Прочту Гумилева. Сон меня сегодня не размежил. Я проснулась рано поутру и пошла, вдыхая воздух свежий, посмотреть ручного кенгуру. Он срывал пучки смолистых игл, глупый для чего-то их жевал, а потом смешно-смешно ко мне запрыгал и еще смешнее закричал. У него так не укл... Хорошо, хорошо. Ну, это смело, смело. Смело. Все, спасибо большое. Марк Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы определяете степень талантливости актера либо режиссера? И может ли он сам определить, насколько он способный? Чтобы работать в вашем театре, конечно. Знаете, режиссера угадать невозможно. Нет, угадать невозможно. Я все приставал к медикам, к докторам. Я говорю, вот приходят абитуриенты поступать на медицинский факультет. Как вы отбираете? Вот они химию сдали хорошо, сочинение написали. Ну и что значит будет врач, хороший доктор. Есть также с режиссурой. С артистами немножечко вроде как бы попроще. Вы знаете, главное, наверное, это воля, это выразительность в глазах, это такая энергетика человеческая, то, что называется обаянием, или называется заразительностью, или какая-то такая биологическая хватка, когда человека нельзя отвести глаз, и он тебя подчиняет эмоционально. Вот это самое важное, и даже у женщины красивые, все равно самое важное это глаза. Из глаз выходят какие-то такие лазерные лучи, глаза слишком выразительное место у человека. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот сейчас снимают много кино, а хорошего, настоящего кино очень мало. Нет планов снять кино у вас. Давайте уговорим, а? Вы знаете, может быть, уже нет той смелости и легкомыслия, потому что очень многие кинематографисты, мои знакомые, с очень громкими именами, они вот жаловались, вот я начинаю снимать, вот у меня есть деньги, потом обязательно я останавливаюсь, останавливает съемочный процесс и начинается финансовой проблемой. Вот это вот очень смущает и пугает. Здесь есть комплименты вам, спасибо огромное за ваше творчество, особенно за Менхаузен, спасибо вам за ваши глубокие произведения, пересматриваю ваши фильмы по сто раз. Откуда такая глубина и многогранность ваших работ? На это вообще можно ответить? Нет, я как-то за собой так, нет, иногда у меня бывают какие-то моменты, которые описал, конечно, наглость с моей стороны сравнивать себя с Александром Сергеевичем Пушкиным, но когда Александр Сергеевич Пушкин говорил, айда Пушкин, айда сукин сын, когда что-то у него получалось, или он удивлялся, Татьяна выкинула, какую штуку, вышла замуж. Бывает похожие вещи бывают, я себя ловлю. А Пушкин над вымыслом слезами обольюсь, вот как заставить людей вот так плакать? Это надо проверить самому, если где-то у тебя там какой-то комочек подкатил к горлу, не обязательно рыдать и быть совершенно значит весь в слезах, но предчувствие слез, оно всегда интереснее, чем сами слезы. Марк Анатольевич, у меня к вам такой, может быть, глупый, банальный и, наверное, личный вопрос, но тем не менее мне важно его задать. Скажите, пожалуйста, если вообще в принципе ответ на этот вопрос существует, почему вы делаете то, что вы делаете, почему вы ставите спектакли, по какой причине или, возможно, зачем? Спасибо. Вы знаете, что я вот здесь упоминались мои литературные некоторые опусы, это было точно продиктовано полной безнадежностью в смысле финансового положения семьи. И чтобы как-то добиться какого-то уважения со стороны жены, я, значит, делал над собой дьявольские усилия, чтобы как-то вот что-то такое сочинить для доброго утра и как что-то еще заработать. Вы знаете, что это вообще вопрос, от которого не надо отмахиваться материальной, потому что если бы вот исключить оплату литературного труда за книги, за пьесы, за авторские отчисления, то какая-то часть людей все равно бы работала, а значительная часть отказалась бы от работы. Во всем случае, Алексей Толстой говорил честно, что если с ним договор не заключен и он не получил аванс, то он пьесу писать не будет. Вот, я так не могу сказать про себя, сейчас уже я весь в театре, и если завтра мне скажут, что это надо будет работать бесплатно, я буду бесплатно работать, но какой-то побудительный мотив тут уже ну так распорядился Всевышний, так тебе уготована вот такая судьба, тебе так повезло, что ты как-то выбился в какие-то режиссеры более-менее пристойные. Значит, работай, служи и оправдай то доверие и ту любовь, которую тебе оказывают некоторые зрители и даже иногда критики. Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok